День, я Андрей Фефелов Второй наш гость, уважаемый Роман Теренкевич, это человек, который носит звание почетного командира подразделения «Енот Корп», а также член правления того же самого Союза Добровольцев Донбасса. Но будем говорить не про Союз Добровольцев Донбасса, а говорить про русско-кавказскую инициативу. Это очень звучное название, а в последнее время оно слышится и там, и здесь, и мне очень интересно узнать, что это такое вообще. Вопрос мне. Да, конечно, Роман. Идея родилась достаточно давно, в 2012 году, когда было достаточно сложно проталкивать такие инициативы по государствообразующему статусу русского народа и вообще какие-то такие на национальном поле громкие заявления делать. Поэтому так исторически сложилось, что у нас возникли знакомые на Кавказе, с которыми мы довольно плотно общались, и когда поделились своими невзгодами и желаниями, они сказали, а в чем проблема-то? То есть это как раз был год такой манежки, да, это вообще конфликтности острый русско-кавказский, но тем не менее русские националисты нашли возможность поговорить нормально с кавказскими такими традиционными ребятами. Да, дело в том, что мы дружили-то не основываясь не на каких-то националистических взглядах, а именно в силовой, скажем так, в силовом пласту, то есть мы там вместе тренировались, какие-то у нас сборы были и так далее. То есть именно на почве дружбы оружия, скажем так, армейской дружбы. И, в общем-то, уже тогда эта инициатива от них собиралась исходить, но как-то там затянулось немного, и случился Донбасс. Все разъехались по донбассским делам, и это, в общем-то, отложилось до нынешней весны. Кавказцы тоже разъехались на Донбассе? Да, там многие из них были на Донбассе. Кавказцы можно уточнить, кто конкретно, или это тоже покрывает всю ситуацию? Нет, почему можно сказать, что там я на Донбассе встречал и осетин, и черкесов встречал, и чеченцев встречал. Я, в общем-то, весь Кавказ, и армян встречал, и грузин, которые на нашей стороне воевали против них. Это же понятно, что там воевали именно за русский мир, именно за вот эту парадигму, которая сложилась у нас в государстве. А они против западной, скажем так, цивилизации. Там не четко говорилось, что вот мы воюем за то, чтобы там отсоединить, присоединить территории, не территории. Нет, в общем-то, все выступали именно за русскую весну. Ну, такие вот сейчас, может быть, как-то банальные вещи, кажется, да, уже замылилось. Но на самом деле это в душе каждого из нас, ну, тогда цвело, вот, и мы за это были готовы воевать. И точно так же эти люди, они себя не отделяют от русского мира, ну, по крайней мере, тех, которых я знаю, вот, с которыми мы общались, с которыми там вместе воевали. Они тоже считают себя частью русского мира, и поэтому они, как бы, принимали участие, активное участие в донбасских событиях. Там целые подразделения, в общем-то, были сформированы по как-то национальному признаку, так и смешанные. Там и интербригады, там та же пятнашка, там известные, в общем-то. Ничего нового я, в общем-то, здесь не скажу. Но это есть, Роман, такой имперский принцип, когда... Так точно, да, так оно и есть. И вот сейчас, когда, скажем так, тамбас немножечко отодвинулся пока что... Ну, как-то, да, есть некое затишье, хотя оно такое, я бы больше сказал, что делаем вид, что отодвинулся. Ну, просто Донбасс ушел на периферию общественного внимания, что, в принципе, естественно, потому что ни одно событие не может держаться в центре общественного внимания бесконечно долго. Более того, на Донбассе сейчас ситуация, когда ни мира, ни войны, но, в принципе, и мира нету, и войны тоже в классическом понимании этого слова тоже нету. Естественно, эта ситуация, она из мозгов населения несколько уходит постепенно, заменяясь какими-то другими, более насущными и актуальными. С этим ничего поделать невозможно, и, может быть, это даже и к лучшему, но перспективы возобновления активных действий, они пока никуда не делись. Пока, собственно, никуда не делись. Нынешняя киевская хунта. Это вот даже не обязательно было так специально говорить, потому что все это понимают. Ну, да, это стандартная вещь. Ну, и, в общем-то, скажем так, после затишья некого на Донбассе, когда основная часть группы вышла обратно на территорию Российской Федерации, собственно, здесь у нас всех семьи, многодетные семьи, мы стараемся, работаем над этим вопросом, работы и так далее. Поэтому мы вернулись всех своим делам житейским, ну, и вспомнили, почему мы бросили эту инициативу, давайте как-то ее возобновлять. И в связи с этим весной этого года опять наведались в Майкоп, пообщались, встретили опять понимание. Ну, уже как бы в новом статусе, там, как ветераны войны, сюда приехали, то выступали, в общем-то, общиной, как представители ветеранского некого движения. Ну, и что было сказано, в чем суть этой инициативы, в чем суть этой идеи? Ну, опять же, Кавказ, именно кавказские старейшины, в частности, черкесские, да, там, Адыги, Карачаево-Черкеса, Кабарда, вот, они сказали доколе, собственно, нет, юридически не прописано, что Россия является государством, созданным русским народом, вот, хотя это, в общем-то, слова Путина в его, в 12-м году он говорил в своих программных статьях, вот, давайте внесем, ну, законно, да, изменение в Конституцию, который вот этот вопрос закроет, в общем-то, и все, вот, это, естественно, надо понимать, что это не решит всех проблем русского народа, да, вот, и все русские националисты скажут, ах, как здорово, и все, все у нас получилось и вышло, вот, ну, как первый шаг, да, поднять, там, самосознание русского народа, вот, каким-то, понимание ответственности, которая у него возникнет, вот, это надо делать, вот. Интересно, как будет воспринято русскими самими это, а вот, как будет воспринято... А русский народ, это мы, это, собственно, добровольцы, как бы, в первую очередь. Говоря, это, конечно, вызовет некий, может быть, момент воодушевления, и действительно, как вы сказали, повысит ответственность, но вот кавказцы, что касается старейшин, которые прожили определенную часть жизни, имеют опыт, знания, понимают, как все устроено, а я даже не удивлен, что они подобные инициативы поддерживают. Но, что касается вот молодых, достаточно, как бы, таких вот радикальных представителей Кавказа, Александр, вот, не кажется ли, что это вызовет некое внутреннее такое противостояние, а может быть, и внешнее, которое вылетит в какие-то демонстрации и непонимания, на самом деле, существует очень много вот такого вот кавказского гонора, это же мы знаем. Да, конечно, мы все это знаем. На мой взгляд, проблема, она немного глубже, точнее, существенно глубже. Для того, чтобы понять проблему со статусом русского народа, надо четко разобраться с определениями. Вот, на мой взгляд, я сразу говорю, русский, это не этнос, не народ, не народность, это нация, полноценная нация. Ее главная особенность, их, собственно, две главные особенности. С одной стороны, русский народ, у него намного слабее горизонтальные племенные, внутриплеменные, там, кровно-родственные, внутриродовые связи. Ну, что огромные. То есть, что русский народ, да, несколько, всегда его, часто упрекают русских людей в разобщенности, в том, что русский русскому не помогает, в отличие от того, как там помогает, не знаю, чеченец, чеченцу, армянин, армянину, еврею, еврею, там, не знаю, адыг, адыгу, да. Вот, русские друг другу не помогают, они помогают друзьям, близким, но даже не всегда родственникам. Да, такое и есть. Горизонтальные связи именно в русском народе, они слабее, чем во многих других народах, коренных народах России. Ну, и, собственно, во многих других народах и этносах. Они слабее, но за счет этого русский народ, русская нация способна к колоссальным усилиям в области государственного строительства. Я думаю, ни у кого не вызывает сомнения этот факт, потому что именно русский народ, полиэтнический русский народ, некое полифоническое единство этносов, которые сложили русский народ, и которые, так сказать, могут немножко отличаться даже по своим культурным и над индивидуальным стереотипам поведения от жителей, там, я не знаю, там, Рязани, Поволжья, да, классическим, да, русским. Так вот, русский народ, это народ, который все свои силы, все свои возможности, почти все, отдал строительству великой государственности. И великую государственность сумел осуществить. Поэтому, на мой взгляд, проблема русского народа, это, собственно, проблема русского государства. Отсюда возникает вопрос, каков статус русского народа в русском государстве. Вроде бы, де-факто, всем понятно, что русский народ, это и есть народ, который создал российское государство. В том числе и нынешнее российское государство в нынешней его стадии существования. Потому что вообще-то российское государство возникло очень давно, оно проходит, естественно, разные этапы своего развития. Но вот есть сейчас нынешний этап, когда российское государство, это вот Российская Федерация, оно существует в такой форме, в таком виде, в таком варианте управления и, собственно говоря, вот как сейчас. Вот этот этап, он, конечно, через какое-то время, история нам показывает, что любые общества и государства меняются, может как-то измениться, но вот сейчас есть то, что есть. Вопрос заключается в том, что такое юридическое закрепление роли русского народа, допустим, на уровне Конституции, допустим, в качестве проекта. Вот здесь у меня есть некоторые, скажем так, вопросы и некоторые сомнения. Я при этом поддерживаю, будучи русским националистом, я этого никогда не скрывал, правда, на мой взгляд, лучший русский националист 20 века, это Петр Аркадьевич Столыпин, памятник, которому стоит сейчас около Белого дома, около здания правительства Российской Федерации. Так вот, в этом смысле я, русский националист, государственник, понимаю, что русский народ, это прежде всего полифоническое единство этносов, и русский народ самым главным себе памятником уже поставил Российскую империю в той или иной форме, неважно, в какой государственной форме она существует, в форме империи, в форме СССР, в форме нынешней Российской Федерации. Не суть. Так вот, у меня возникает вопрос, потому что, если мы задеваем такой вопрос, как юридический статус русского народа, не возникает ли у нас вопроса о некой территории русского народа. Потому что, на мой взгляд, территория русского народа, это все российское государство. Ну, по крайней мере, скажем так, все, вся территория российского государства. Потому что в России, как известно, есть вот эти, так сказать, национальные республики, да, национальная автономия. То есть получается история, если говорить о юридическом ключе. Вот на мой взгляд, роль русского народа, закрепленная в Конституции, это очень хорошо, но при этом ни в коем случае нельзя сбиться в то, чтобы русский народ вдруг начал выкраивать на территории России какие-то свои отдельные территориальные образования или какую-то отдельную свою территорию, которая не включает. Потому что этот вопрос возникает давно, Роман, у оппонентов на самом деле этой идеи. Поэтому у тебя, как у пропагандиста этой идеи, должен быть готов ответ на этот вопрос. У меня есть вся территория Российской Федерации. И туда, куда распространяется русский мир, это и есть территория русского народа. Да, в таком случае. Просто мы тем самым сразу снимаем априорный вопрос. Я просто хотел специально его поставить, потому что именно Роман является одним из авторов моих двигателей этой идеи. Я его, как русский националист, русского националиста, конечно, поддерживаю. Но хотелось бы сразу снять вопрос о том, не таит ли сама по себе идея в себе какого-то фундаментального противоречия. Здесь мы вообще подходим к интересной теме. Вообще, кто такие русские националисты сегодня? Кто такой русский националист в контексте какой-то борьбы сегодняшней с, допустим, сегодняшним государством? Поскольку есть русские националисты, которые выступают резко против сегодняшнего государства. Это так. Более того, они смыкаются с националистами, допустим, украинскими. Это известный факт. Они говорят, украинцы всех стран, ну, в смысле, националисты всех стран объединяетесь. Да, вокруг националистов всех стран объединяетесь, вокруг батальона Азов. Я понимаю, да. Ну, что-то в этом роде есть. И это некая проблема. И действительно, вот эта идея автономии самых разных, в том числе русских автономий. Вот мы поделим Россию на много-много русских маленьких государств. И тогда мы заживем счастливо, чисто, прекрасно, как в Европе. Ну, это, надеюсь, рассуждали многие так называемые русские националисты и так называемые национал-либералы. Ну, вот начать хотя бы с того же Станислава Белковского и же с ним. Просто это потрясающе, что оказывается, что русский национализм отделился от державности, от империи, от всего прочего. Поэтому Станислава Белковский предлагает как раз отдать Кавказ. Всегда предлагал. Конечно. Давайте отдадим Кавказ, это, мол, не наша территория, не русская. Давайте мы его отдадим и останемся сами на территории России. Когда Стас Белковский, одев черную шляпу, предлагает, так сказать, с точки зрения русского националиста отдавать Кавказ. Это смотрится достаточно экзотично. Да, но есть же группы, достаточно, так сказать, ну, как бы это выразиться, весьма выглядящие аутентично. Они похожи на русских националистов. В смысле, у них косоворотки, бороды разного цвета. Как раз вот эти вот люди, националисты без бород, условно говоря, в галстуках, националисты, которые себя ассоциируют с Европой, с Западом. Вот как вообще здесь прочертить эту линию? Древо судят по плодам, вообще как бы известно, да. И мы видим, была ситуация, опять же, возвращаясь к Донбассу. Донбасс, он как бы снял многие маски, шляпы и так далее. Сорвал люди пенсии. Русские отплевел. Это мы как-то одновременно. И Донбасс показал, кто переживает за русский народ, а кто только говорит. Те, кто действительно были нераднодушны к своим близким, да, это весь русский народ, который они воспринимали как большую, огромную семью, множество общин, или как-то все равно родственные чувства испытывают. Они что делали? Они помогали Донбассу, собирали гуманитарку. Взрослые мужчины, которые чувствовали в себе силы, поехали туда, на Донбасс, взяли в руки оружие. И с оружием защищали обычных русских людей, которых там убивали за то, что они русские. Ну, в общем-то, ну, как бы понятно, да, вот, эй, русские, там убивают русских, чего вы сидите здесь? И, как бы, русские повалили на Донбасс достаточно большой толпой. Хотя она, как бы... Могла бы быть и больше, честно говоря. Могла бы быть, да, и больше. Ну, это результат, скажем так, долгих лет гонений на русский народ и так далее. Вот, это отдельная история, в общем-то. Вот, хотя и достаточно горькая. Вот, и вот эти русские люди, они приехали туда. Они, ну, что смогли, сделали, да. Вот, в силу того, что оказалось их гораздо меньше, чем могло было быть, мы сейчас имеем Новороссию вот в таком, ну, как бы, в двух республиках. Хотя это, в принципе, по идее, это, ну, как бы, сил должно было хватить на все. До Польши, там, и докуда надо. Вот, это вот те русские люди, которые могут называться русскими националистами, вот, полноправно могут себя называть русскими. Вот, те, кто помогал им в этих действиях, кто там... Потому что тянуть лямку, допустим, финансовую, как бы, довольно сложно было. Потому что война – это дорогостоящее предприятие, и там и форма нужна, и еда нужна, и там много чего еще нужно. Вот, и много людей, которые, честно говорили, мы не можем поехать, вот, у нас, как бы, не хватает там чего-нибудь внутри. Ну, помогать вам будем всемирно, вот, и у нас таких людей, ну, достаточно много, которые наше подразделение снабжало, как бы, и на подразделение в Луганской народной республике туда привозили достаточно много гуманитарки, и армейской вот этой гуманитарки. То есть, как я понял, Роман, если ты спрашиваешь русского националиста про Донбасс, ты можешь потом определить, настоящий он или нет? Да, а те люди, которые в это время рассказывали, там, в славянском единстве некоем, вот, что это война, там, которая, там, ну, вы съездите, поработаете, там, два дня в Луганском морге, и потом у вас все вопросы, как бы, отпадут. Вот, кто является русским националистом, кто виноват, вот, поносите вот эти тела, вот, там, я не знаю, там, посидите на передке, посмотрите, как мирный народ, вот, там, там, очереди были до границы, состоящие, ну, из беженцев, да, вот, там, 30 километров очередь была, это нормально, вот, в начале войны. И по этим вот очередям, там, в Сауле, либо Тирбата, я уж там не знаю, там, да, вели огонь из артиллерии, вот, то есть по гражданским машинам, вот, после этого, о каком славянском единстве можно разговаривать? После этого, когда проливали сознательно с той стороны кровь, вот, мирного населения, не, можно было там какие-то столкновения, да, там, вот, борьба за власть, это все можно было списывать. Ну, когда шел геноцид, сознательный геноцид русского населения, раз убегают на Россию, значит, считают себя русскими, значит, надо их уничтожать. Соответственно, с нашей точки зрения, вот, там люди, которые стреляли по беженцам, по русским людям, которые бежали, ну, куда, на родину, на Российскую Федерацию, да, вот, они же не бежали туда, на Украину, там, в Киев, там, еще куда-то, да, они подсознательно себя причисляли к русскому миру. Вот, раз по ним велся огонь, по семьям, по детям, там, по женщинам, там, вот, вот так вот, то, соответственно, с той стороны были подразделения, которые занимались геноцидом русского народа. Уничтожали русский народ сознательно в количествах, доступных им. Вот, и поэтому, вот здесь, вот, русский националист вообще не должен какие-то вопросы, там, возникать, там, можно ли, нельзя, там, и так далее. Это все сразу на свои места все стоит. Вот, я еще, кстати, подчеркиваю, что мы специально решили объявить или здесь засветить вот эту вот русско-кавказскую инициативу, но, тем не менее, вопросы выходят за эти пределы. И такой вопрос, Роман сказал так сквозь по поводу того, что русских там преследовали. Советскую историю мы не будем сейчас трогать, а вот сейчас, допустим, сейчас, Саша, я хотел спросить, в России сегодняшний вообще русский народ притесняется или нет? Нет, ведь русский националист такой матерый, ну, даже любого типа, он может сказать тебе, что сегодня по-прежнему засилие этномафии, которая сидит на потоках огромных, на финансовых потоках, на продуктовых потоках и так далее. Это будет показывать во многое этномафии, да, сразу, да, кому-то не нравится одна этномафия, кому-то другому, другая, кому-то третья, а некоторые все вместе взятые. Нет, ну, скажем так, обобщая вопрос, сейчас русские националисты в Российской Федерации, они как себя вообще чувствуют и чем они могут быть недовольны, и недовольны ли они вообще должны быть? Я смотрю на себя, вглядываю себя внутренним взором, потому что я себя вполне могу чувствовать матерым русским националистом, начиная с Приденцовской войны 92-го года и потом продолжающие события Белого дома 93-го и далее, так сказать, как говорится, везде. Понимаешь, уж, так сказать, стаж у меня в русском национальном движении, он очень велик, я уж не говорю про то, что я отчасти, так сказать, не буду этого скрывать, но не отчасти, я просто наследник своего отца, да, и, так сказать, идея видения. Конечно, да, тут есть такой момент. Нес это знамя идеологическое. Поэтому, да, этот важный момент, я себя ущемленным не чувствую, честно говоря, сам лично я себя ущемленным не чувствую. Более того, я хочу сказать, что государственная идеология, она, конечно, за последние десятилетия очень сильно изменилась и трансформировалась, ну, конечно, в сторону приоритетов русского национального самосознания, в сторону обозначения и формулировки национальных интересов русского народа. Да, идеология, которой нету официально. Да, этой идеологии официально нету, но она чувствуется, она чувствуется и в речах президента Российской Федерации, и в речах, и, так сказать, в идеологических подачах российских политиков. Это есть такой момент. При этом проблема русских националистов, особенно матерых, знаете, в чем заключается? Она, конечно, немножко забавная. Потому что, как вы понимаете, 90-е годы были для русского национализма годами беспросветными. Суровых испытаний. Для русского национализма, а для русского национального движения. Да, можно сказать, суровых испытаний. Тогда русские люди, они просто подвергались откровенным гонениям. Более того, страна чуть была, не оказалась под оккупацией. Мы помним, начало 90-х годов, когда в правительстве, так сказать, Ельцина, в правительстве Гайдара просто сидело огромное количество просто западных советников, да, американских советников. Страна чуть было не развалилась. Помните, тогда развал был очень близок, да? Все эти уральские валюты, все прочее, да? Уральские франки. Да, да, да. Национализм, Северный Кавказ, все остальное. Страна реально была на грани развала, и она фактически находилась под иностранной оккупацией. Она чуть было не утратила полностью национальный суверенитет, который потом начал восстанавливаться. Ну, собственно, он начал восстанавливаться тогда, когда к власти пришел Владимир Путин. И то мы понимаем, что у него тоже власть, она же, так сказать, вот его, именно достаточно авторитарная власть, она формировалась постепенно. Так же, как вот та самая вертикаль, которая всем набила оскомину, вот эта словечка, она тоже формировалась постепенно, бюрократическая вертикаль власти. И полную силу она обрела, ну, сравнительно, сравнительно недавно. Но сейчас вот, да, вот эти 90-е годы, они вроде как прошли, и многие матерые русские националисты, они продолжают себя чувствовать чем-то ущемленными, ущербными и несчастными. Происходит это потому, что, как вы понимаете, как только формируется, пусть даже исподволь, пусть даже, ну, не совсем явно, но формируется некая государственная идеология, у этой государственной идеологии находится куча разного рода прилипал, которые бегут, так сказать, сразиться с государством и, так сказать, пытаются все время удержаться по линии партии. И огромное количество бывших матерых либералов, просто матерейших либералов, как по происхождению, так и по самосознанию, они сейчас лезут в русские националисты. Более того, поскольку эти либералы, они, ну, часто продвинутей в социальном смысле этого слова, да, они богаче, они адаптированы к реалиям нынешней жизни, в том числе к экономическим реалиям нынешней жизни. То есть они рвут тельняшку на себя, убедительный. Да, они рвут на себя тельняшку, намного убедительнее, более того, они по социальному ранжиру сидят намного выше, чем те самые матерые русские националисты. И русские националисты ничего не понимают. Как же так? Вроде идеология наша, государство наше, но нас управлять этим государством, хотя бы в какой-то степени, хотя бы в такой мелкой, на какой-то вершине, на какой-то там ступени этих иерархий социально-государственных, нас никуда не зовут. Мы вот тут сидим, как сидели практически в подполье, так и сидим. А вот эти вот люди, которые еще вчера, ну хорошо, позавчера, позавчера были главными либералами, они сейчас оказались главными русскими патриотами, не буду говорить националистами. И они сейчас сидят, вот как они сидели, так сказать, во власти и рвали на себя тогда тельняшки, что они страшные либералы, так они сейчас рвут на себя тельняшки, что они такие же страшные патриоты. Конечно, это обидно. Я понимаю, с этим, к сожалению, очень сложно, что бы то ни было поделать. Структура общества такова, что структура капиталистического мира. У нас общество капиталистическое, причем нами же всеми добровольно выбранное в свое время. Добровольно, конечно. Мы все хотели, очень многие хотели избавиться от, в кавычках, социалистического рая. Всем хотелось, чтобы было много колбасы и всего прочего. Ну, всем же хотелось этого. Правда, в Советском Союзе было довольно тяжело жить. А капиталистическое общество такое, оно специфичное. Оно создает дефицит только одного вида товара, денег. А все остальное он обеспечен. Вот это все остальное обеспечено. То есть, если есть деньги, можно купить практически все, в том числе и какой-то кусочек власти. Можно отчасти прикупить. Надо сказать, что с трудом сейчас у нас деньги конвертируются во власть. Не так просто. Это очень хорошо, честно говоря. Но все равно получается так, что либералы оказались сейчас часто на формально националистических позициях, а старые патриоты и националисты чувствуют себя ущербными. Я, как бы, сочувствую таким людям. Сам к ним не отношусь. Себя ущербно не чувствую, честно говоря. Мне вполне достаточно того социального статуса, который есть. Я на другой не претендую. Но людей подобного рода вижу и понимаю. Немного, конечно, над ними подсмеиваюсь, честно говоря. Но делаю это отчасти по-доброму. Роман, вот такой вопрос. Если среди русских, вот этих псевдо-националистов, как можно назвать, сильны такие вот расчленительские, сепаратистские настроения, если угодно, то есть желание такого регионализма ярко выраженного, то в определенном смысле это парадокс, что кавказцы выступают с такой вот имперской инициативой, объединительной, интегральной, прорусской. Вообще, что это за тип современного кавказца, который так мыслит? Ну, во-первых, это не современный кавказец. Это вообще кавказец? Да, это такое мнение озвучили старейшины. А старейшины, они, в общем-то, умудренные жизненным опытом. Они прямо старейшины в прямом смысле слова? В прямом смысле слова, да. Это там организация так и называется, старейшина адыгит. Это уважаемые люди, которые прожили жизнь, они и Советский Союз помнят и так далее. В общем-то, естественно, не посоветовавшись, не приняв какие-то решения ключевые, ну, и они не озвучивали бы это. Опять же, к их мнению прислушиваются и новое поколение. Вот эти люди, которые с вами тренировались, которые потом поехали на Кавказ, вот они как мыслят, так сказать, на Донбассе? Ну, на Донбассе, да. Так там горизонтальные связи, которые у нас, как правильно заметил Александр Юрьевич, во многом утеряны, они там сильны. То, что сказали старшие, в общем-то, это мало подвергается сомнению. То есть, мнение старших имеет огромный вес для них. У меня Дагестанин, Саня, говорил, что если бы не Россия, то все 150 дагестанских народов начали бы между собой войну. Вполне возможно. За межу там, за территорию начали бы девушек делить. Это же 150, да, количество дагестанских народов, оно нарастает, на самом деле, с каждым годом. Вы же знаете, что в Советском Союзе, по-моему, считалось, что в Дагестане народов, народности, по-моему, то ли 38, то ли 47, за последние, там, десятилетия их прибавило сразу в два. Нет, но действительно, они есть, просто они себя, возможно, как-то не декларировали. Постоянно, так сказать, друг от друга сепарируются. Народ — это язык, понимаешь, Саша? И языков там действительно очень много, как ни крути. Собственно, такие примеры, что кто-то кого-то будет резать, там, это и с Туркменистаном было, в общем-то, и очень много таких примеров, вот приезжающие там, представители Диаспорта, они рассказывали, что да, действительно, мы там друг друга резали постоянно, сюда пришел русский, и как бы получилось... Разрулил. Да, стабильность. Они как бы уже начали работать, действовать как-то в одну сторону все. Вот, и это состояние их устраивает, они понимают, что, в общем-то, в общем-то, без вот этой гарантии русского мира, да, придет нечто другое. Другое. Нечто другое с Запада, которое им вообще не нравится. То есть, если здесь, может быть, какие-то у нас конфликты, да, ну, мы всегда живем там, вот, то есть, большая семья всегда, она, как бы, там, есть моменты, когда там брат с братом посолят. Еще что-то, какие-то есть моменты всегда, там, что-то не поделили, вот, то оттуда придут вообще чужие, вот, с другим совершенно чуждым нам менталитетом, с чуждыми нам традициями, если они назвать это можно традициями. А что касаемо вот этих вот русских националистов, псевдо-русских националистов, вот, которые вот в начале вопроса прозвучало, так это, по большому счету, ну, это не есть русский народ. Вот, это раз. Во-вторых, количество их, ну, давайте честно скажем, весьма ограничено, вот, то есть, ну, есть группы, да, людей вокруг, лидеров, каких-то там сформированные, они там занимаются вместе спортом, там, каким-либо. Сейчас вот Мальцев возник, новый феномен, связка либералов и националистов русских, это тоже такой любопытный очень момент. Ну, и что, как вот может быть националист с либералом быть связанным? Такие парадоксы. Скрестить, конечно, можно, но гибрид страштоватый. Просто, мне, конечно, потрясает то, что, как бы, кавказская русофобия, она имеет место быть, когда русские ослабевают, когда, то есть, это, как бы, нелюбовь к слабым русским. Именно не потому, что существует биологический какой-то момент, там, без слабых, а именно потому, что Россия и русские не выполняют свою имперскую интегральную роль. И возникает такое отторжение. Зачем вы нужны русские нам? Традиционно на Кавказе уважают силу. Поэтому, если русский народ себя проявляет, представители русского народа проявляют себя, как сильные люди. Я тебе открою секрет, что везде уважают силу. Ну, в Кавказе, в Европе, в Брюсселе. Я понимаю. Да, там, ты знаешь, в Брюсселе, ты уверен? Я уверен совершенно. Подожди, там, если вдруг какая-нибудь гей-демонстрация пройдет, то тебя заставят ее уважать, несмотря на то, что геи обычно не отличаются. Я имею в виду, все-таки в Брюсселе. Вот, видишь, там ценности, там другие ценности, все равно другие. Понимаешь, на Кавказе уважение к силе, к силе человека, отдельного взятого, или конгломерата людей, является старинной общей кавказской традицией. Особенно. Поэтому, поэтому... Ну, это нормально. Залог мира и уважения взаимного. У нас есть, что на участие с кавказцами. Это для того, чтобы русские были сильными, были, так сказать, мобилизованы достаточно и могли в этой такой обстановке непростой быть, что называется, всегда готовыми быть на чеку. Вообще, как вот русский народ сегодня в этом плане себя проявляет? Вот по ощущениям, Роман, вообще, насколько мы все так немножечко готовы к реалиям? Да не готовы, если честно, по одной простой причине, что народ должен действительно по горизонтали структурирован быть. Должна быть, естественно, структуризация общества. Она состоит из общин. А вот Саша говорит, что это мешает строительству государства. Мы общинность утеряли. Дело в том, что невозможно развивать одинаково все связи. Вот, грубо говоря, ты в чем-то сильнее, а в чем-то будешь слабее. Горизонтальные связи у нас слабее между людьми намного. Вертикальные связи между государством и отдельным индивидом, они сильнее. Поэтому есть, конечно, попытка эти горизонтальные связи укрепить, чтобы они не ослабли совсем. У нас есть еще время, Саша, скажи мне такой момент. Время еще есть? Немножко поговорить. Какое-то есть еще, да. Значит, вот такой момент. Что такое горизонтальная община? Горизонтальные связи. Да, горизонтальные связи. Что такое община современная? Как она будет строиться? Ну, на практике. Вот это мегаполис, а вон, допустим, колхоз деревенский. Не-не-не. Ну, давайте мы сразу уйдем от земли, от колхозов, от общин, которые есть некое неправильное понимание того, что община... Мы там живем, или в мегаполисах, или в колхозах. Уехали куда-то там в лес, да, вот, там копают картошку, экологически чистый продукт, и привет. Вот. Это, ну, как бы бегуны такие некие, которые отстранились от реалий, которые жизнь им предлагает, и отгородились стеной. Ну, любой брест падает, как бы, сколько бы они ни защищали это все, все равно будет проникновение и информационного поля, которое будет разрушать эту общину, и проникновение, как бы, и других людей, вот, в эту общину. И, в общем, рано или поздно, когда другая полноценная община заинтересуется этим участком земли, на котором они выращивают картошку, вот, собственно говоря, это будет переподчинение этого участка земли. Вот и все. Они не смогут его защитить. Вот. Нынешние, вот, здоровые общины, которые могут проживать и в мегаполисах, и в деревнях, да где угодно, в малых городах, районных центрах. Да, посмотрите, как бы, весь мир живет община, так вот, которая размножается. Ну, посмотрите, там, китайцы, там, индусы, там. Ну, как это на практике выглядит роман? На практике выглядит... Нет, есть там целая теория по этому поводу. На практике в двух словах очень сложное явление описать. Потому что, если я его сейчас опишу в двух словах, это будет неправильно. Они должны вместе жить где-то, территориально? Или не обязательно? Не обязательно. Сейчас технологии новые, скажем так, и интернет, и телефон, и мобильность повысилась во много раз. Поэтому предпочтительно, да, чтобы люди как-то могли больше проводить, больше времени друг с другом, это да. Но, опять же, тут основная вещь – это создание общего информационного поля. А общее информационное поле можно создавать посредством технологий, которые нам сейчас доступны. И вот удерживать именно этим информационным полем общину от распада и так далее. Это вполне возможно и в городе, и в мегаполисе, и где угодно. Александр, ты скептик, но скажи свое веское слово. Ну, я, конечно, скептик, да, я приучен к этому, это моя, если хочешь, отчасти это моя профессия. Я скептически отношусь ко всем новым идеям, вообще я консерватор. Так это старая идея. Да, да, идея, правда, это просто адаптированная, адаптированная к современным условиям старая идея. Но, вообще-то, я, в принципе, поддерживаю любые идеи, когда русские люди все-таки хоть как-то пытаются объединиться. Если эта идея, ну, например, собственно, я отрекламирую, в данном случае я могу себе позволить следующее. Я могу отрекламировать организацию, Юноткорп. Вот она существует, она существовала до войны, существовала и не развалилась, а только укрепилась во время войны на Донбассе. Что позволяет сказать, что, по крайней мере, в каких-то социальных сегментах, для людей определенных возрастных категорий, эта идея является жизнеспособной. Вот пример есть. Более того, надо сказать, что сама организация, она работает же с подрастающим поколением и работает достаточно эффективно. И те же самые сборы, которые Юноты, Юноткорп, организуют на регулярной основе, они являются сплачивающим и очень полезным элементом, собственно, для всех людей, которые считают себя русскими. Поэтому, это хорошая история, и я именно поэтому ее всячески поддерживаю. Для того, чтобы объединяться, надо меньше ссориться. Но там договоренность. Там не то, что ссориться, не то, что там... Надо уметь договариваться. Когда есть субъект, который может договариваться. Не просто я там договорился с Васей, а он пропал куда-то или что-то там передумал на следующий день, по-другому заявил. А субъект, он гарантирует то, что договоренность будет осуществлена. То есть, она как бы будет в силе долгое время. Спасибо, Роман, спасибо, Александр. Просто затронули много всяких тем, но так или иначе, я думаю, вернемся в том числе и к теме русского национализма. Тем более, это все как-то очень актуально в последнее время. Все замешано в политике, перемешано, перепутано. И понятия перепутаны, и названия. Так что будем с этим совсем разбираться. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Редактор субтитров А.Семкин